Всем ли меня слышно? Вы можете отвечать в чате. Ага, вижу, да. Ну, я так понимаю, да, со связью у всех вроде бы все в порядке, поэтому с вашего позволения я тогда начну. По времени мы там имеем некие ограничения, поэтому постараюсь там достаточно кратко, лаконично, соответственно, свою часть рассказать. Далее доклад продолжит мой коллега Никита. Соответственно, у нас сегодня вся часть разбита на два, скажем так, блока. Первый блок, расскажу вам я, соответственно, это внешняя защита, вернее, комплексная защита веб-приложений, то есть все, что связано с нашей веб-инфраструктурой и ее защитой от внешних, ну и в том числе и внутренних угроз. Вторая часть будет посвящена классической модели внутренней безопасности, соответственно, поэтому сегодня мы, скажем так, в таком зеркальном отражении будем говорить о безопасности. Сначала поговорим о внешней безопасности, далее перейдем уже ко внутреннему. Ну, пару слов, наверное, тогда расскажу, соответственно, о компании, о том, кто мы, откуда мы, с чем нас едят. Соответственно, компания Attack Killer – это выделенное отдельное юрлицо, которое ходит в группу компаний InfoWatch. Появились мы относительно недавно, в 2015 году, выделились из отдельного подразделения компании InfoWatch. Соответственно, произошло это таким эволюционным путем, то есть, как правило, на рынке все уже очень хорошо знают компанию InfoWatch, ее возможности. Компания себя зарекомендовала как уверенный игрок в долгосрочной перспективе, имеет там пул своих клиентов, но, к сожалению, там есть определенные минусы в этом плане с точки зрения позиционирования. Компания InfoWatch, как правило, воспринимает именно классическую внутреннюю безопасность, это трафик-монитор, DLP, защита от утечек, ну и все, что с этим связано. Поэтому мы столкнулись с неким непониманием на рынке, когда мы начинали говорить о внешней безопасности, поэтому решили немного дистанцироваться и, в общем-то, по сути, выделили отдельный бренд Attack Killer, который у нас позиционирует себя как комплексная защита именно от внешних угроз, защита веб-инфраструктуры и так далее. Технологически мы, соответственно, также являемся российским разработчиком, имеем ряд партнеров, с которыми активно взаимодействуем по развитию продуктов в интеграционных моделях и так далее. За это время успели получить достаточно большой пул клиентов, продукты прошли сертификацию, ну и проходят еще там некоторые WoW Stack и FSB. В этом плане активно развиваемся. Ну, собственно, три года дают о себе знать. Из наиболее распространенных, скажем так, известных клиентов в Российской Федерации, наверное, это является почта России, компания Aeroflot, то есть направление молодое, но достаточно активно и востребовано на рынке, соответственно, в силу того, что бизнес все более и более уходит в облака, все больше зависит от веб-приложений, по сути. Если раньше мы говорили о неких сайтах-визитках, то в настоящий момент сейчас мы говорим уже о том, что ряд критически важных бизнес-критикал процессов выводится также в веб, оплаты, перс-данные и так далее. По сути, модель рисков для бизнеса несколько меняется, из классической железной архитектуры, которая находится внутри заказчика, все больше и больше сервисов выносится вовне. В соответствии с этим и количество и качество рисков для бизнеса и для госорганов тоже, по сути, повышается, в силу того, что мы все, наверное, с вами наслышаны о различных хакерских взломах, угрозах и так далее, учитывая то, что сейчас через Darknet любой школьник, грубо говоря, на коленке может попытаться сымитировать какую-то хакерскую атаку, дидос-атаку и так далее. Более того, в Darknet зачастую можно за небольшие деньги, по сути, ну как сервис, наверное, даже если правильно так выразиться, можно организовать дидос-атаку на конкурента, на другие компании и так далее. Есть понимание, что с каждым годом, ну в силу роста технологий данные… Одну секунду, звук прерывается, я так понимаю, да? Коллеги, ну, может быть, постараюсь говорить чуть помедленнее, если это поможет, потому что технически вроде бы с моей стороны все хорошо, интернет работает, может быть, это особенности площадки, не готов сейчас сказать. Поэтому, если что-то будет проглатываться или непонятно, вы пишите в чат, я постараюсь там буду тогда возвращаться к тем местам и отвечать. Окей, коллеги, тогда продолжим. Соответственно, как я говорил, есть две такие очень важные тенденции, что бизнес уходит все больше веб, и все больше бизнес-процессов входит в веб-приложение, но в связи с этим растет и количество атак, и, соответственно, их качество тоже. Поэтому есть понимание, что нужно что-то с этим делать, тем более на слуху у нас есть ряд, к сожалению, не очень там приятных кейсов, которые возникали на рынке. Я сейчас даже говорю не про мировой рынок, а про российский. Я набросал там несколько кейсов, которые описывают, соответственно, там буквально недавние события, которые у нас происходили. Соответственно, один из кейсов – это взлом базы Рособорнадзора, когда простейший SQL-инъекции, хакер, грубо говоря, там играючи, смог получить доступ к базе данных и получить доступ к персональным данным нескольких миллионов россиян. Насколько там пострадал финансово и репутационно Рособорнадзор, я не готов сказать, но вообще тенденция заметна. То есть есть понимание, что там в каждом третьем веб-приложении содержатся какие-то уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Поэтому нужно понимать, что защита должна также выстраиваться превентивно и комплексно. Еще один из кейсов – это уже и из бизнеса. Соответственно, есть некая крупная нефтяная компания. Ну, здесь, понятно, сейчас без имен, силу там коммерческого сектора, бренда и так далее. В рамках внутренней разработки IT-специалисты допустили либо умышленную, либо неумышленную ошибку при разработке кода, в результате которой сотрудники смогли печатать пропуска на авто, на отгрузочные документы и бесплатно вывозить товар со склада. Были многомиллионные убытки, соответственно, но вовремя службы информационной безопасности и СБ отработали это, но были заведены уголовные дела. Но, тем не менее, есть понимание, что угрозы могут быть как внешними, о чем мы говорили ранее, то есть это некие злоумышленники, хакеры, там, дидосы и так далее. Но ошибки в приложениях и уязвимости могут содержаться еще и на этапе разработки самого продукта. Я думаю, все вы помните один еще из кейсов, когда в рамках всей страны практически на 1-2 дня получилась полная остановка сервиса платежей по всей стране. Это возникло в результате того, что один из ведущих программистов при увольнении, ну не очень он хорошо расстался с руководством, соответственно, и зная уязвимости, которые были допущены в приложении, в продукте, он ими воспользовался, ну и таким образом остановил работу, соответственно, данного приложения по всей стране. То есть здесь, наверное, конкретные финансовые убытки посчитать сложно, но я думаю, там они измеряются в десятках, может быть, сотнях миллионах рублей. То есть опять же мы видим некие угрозы нулевого дня, когда сотрудники либо умышленно, либо неумышленно там по незнанию криворукости своей допускают какие-то ошибки в коде. Программистов, на самом деле, очень редко кто полностью там это скандально контролирует. И вот такие ситуации приводят к таким печальным случаям, скажем так. Поэтому в силу развития продукта мы пришли к пониманию того, что и защита, учитывая там внешние и внутренние угрозы, должна быть также комплексной. То есть если мы говорим там о внешней агрессии, там возможно это хакеров там и так далее, мы разработали следующее решение. Соответственно, оно включает в себя несколько модулей. Это Web Application Firewall, это Anti-DDoS, соответственно, сервис, и модуль анализа исходного кода. Соответственно, данный комплекс, он работает как единая система, даже не как единая, это есть по сути единая система. Эти модули интегрированы, они общаются друг с другом. Все это работает в рамках единого интерфейса, позволяет собирать единую агрегированную отчетность, которую собирается с разных модулей. Более того, данная система может интегрироваться и с любыми другими внешними системами, там по внешним API, если это необходимо. Если говорить об архитектуре решения, то выглядит это примерно так. Но я думаю, на технических моментах мы сегодня там очень сильно не будем останавливаться. Скажу лишь в общем. То есть, если мы смотрим извне, внешний запрос сначала проходит через узлы фильтрации Anti-DDoS системы, которая из себя уже выпускает очищенный трафик на ноду, который установлен внутри инфраструктуры клиента и защищаемого веб-приложения, перед веб-приложением. Там уже подключаются два модуля, Web Application Firewall и Custom Code Scanner. Соответственно, Web Application Firewall это классическая защита от хакерских атак, SQL-инъекций, просайтовых запросов и так далее. Сам модуль, сама нода установлена в инфраструктуре заказчика, но она получает периодические обновления и политики из облака. При этом модуль активно взаимодействует с анализатором исходного кода, который, в свою очередь, проверяет на предмет уязвимостей исходный код приложений и при возникновении неких подозрений на возможную уязвимость, он обращается в модуль Web Application Firewall с динамическим сканером, который, в свою очередь, также пытается воспользоваться данной уязвимости, проверяет на то, реализована ли она, и при нахождении такой угрозы выпускается виртуальный патч. Отдельно хочется отметить, что все это происходит автоматически и практически без участия человека. В данной схеме мы пропагандируем, скажем так, и исходим из того, что содержать большое количество специалистов, которые будут постоянно контролировать исходный код, которые будут контролировать входящие запросы на применимость false или нет. Это достаточно трудозатратно, ну и плюс, на самом деле, хочется освободить руки специалистам для более каких-то там важных творческих задач, нежели просто перелопачивание огромного количества информации или там проведение настроек в системе. Поэтому здесь активно применяется машина обучения на базе искусственного интеллекта. Участие человека, как я говорил, минимизируется. Вы, по сути, просто получаете отчеты. Система сама обучается и далее уже вы получаете отчеты в режиме онлайн по тем атакам, которые были проведены на ваш веб-ресурс. Причем, как я говорил, учитывая то, что система модульная и работает через единый интерфейс, вы можете подключать либо отключать любые модули, буквально там галочка. Я чуть позже перейду еще к самой системе и покажу, как это работает, то есть именно в интерфейсе. Если мы говорим об модулях, отдельно хочу сделать акцент еще на один из модулей Аперкат. Эта система автоматизирована контролем исходного кода, ну, по сути, анализатор кода. Это наша давняя разработка. В рамках комплексного решения она называется как Custom Code Scanner, но также она может поставляться и отдельно, как отдельно стоящая система, которая не смотрит вовне, работает внутри инфраструктуры заказчика и, по сути, может быть включена в процесс разработки, интегрированного в процесс разработки программного обеспечения и контроля за качеством кода. Соответственно, по процессу, если пробежаться, понятно, что исходный код на каком-то этапе приемки, промежуточной, либо уже перед продакшеном прогоняется через систему Аперкат либо Custom Code Scanner, в рамках которого формируется отчет о соответствии требованиям на предмет качества и уязвимостей. И далее уже ставится задача в сторонние системы, которые могут быть интегрированы в данный процесс, например, Jira и так далее, где уже ставится постановка задач по исправлению и далее мы возвращаемся, опять же, к исходному коду нового качества, который уже выпускается в продакшен в приложении, либо любой другой информационной системы. Система Аперкат у нас работает практически со всеми языками, наиболее распространенными, такими как Java, PHP, C Sharp и так далее. Более того, мы поддерживаем и специфику российского рынка, мы активно сотрудничаем с компаниями 1С, SAP и также можем контролировать, проверять на качество исходного кода данные приложения. Ну и еще раз повторюсь, соответственно, если подвести некий небольшой итог, мы... Так, читаю, да, звук пропадает. Коллеги, ну, к сожалению, вот со звуком не знаю, что можно поделать. Интернет вроде бы доступен, работает хорошо. Я боюсь, это, может быть, какие-то особенности площадки. Ну, давайте, если что-то будет смято там, или еще что-то, задавайте вопросы в чат, я постараюсь отвечать, возвращаться к каким-то вопросам. и перед... Какой-то вопрос еще там, да? Ладно, коллеги, попытаемся продолжить. Будем надеяться, что со звуком либо станет лучше, либо я буду возвращаться тогда к вопросам, если что-то непонятно. Итак, соответственно, сейчас хотел бы перейти уже непосредственно к интерфейсу самой системы, пробежаться по ее модулям, по возможностям настройки и так далее. Повторюсь, это единая комплексная система управления через единый веб-интерфейс, в которой вы можете подключать необходимые модули. Причем практически нивелируется человеческий фактор в силу того, что основной функционал отдан на откуп машинам обучению на базе искусственной интеллекта. Да, печально, коллеги, что у нас со звуком так, но до ничего, я думаю, прорвемся. Так, коллеги, если есть какие-то вопросы по теоретической, скажем так, части, готов прокомментировать. Если нет, то можем сейчас пробежаться уже по интерфейсу самой системы, чуть более по настройкам, по возможностям и так далее. Вопросов пока нет, тогда пробегусь по непосредственной интерфейсу системы. Сейчас мы зашли под пользователем с правами администратора. Соответственно, здесь мы видим единый интерфейс нашей системы, куда входят несколько модулей. Здесь мы видим, соответственно, тот веб-ресурс, который мы защищаем, dvva tag killer, и несколько модулей, которые работают на его защиту. Это модуль anti-dDoS, модуль web application firewall, и модуль custom code scanner. Соответственно, anti-dDoS, понятно, нам поставляет уже очищенный трафик на наш ресурс. Web application firewall у нас контролирует внешние атаки, и плюс включен сюда динамический сканер на предмет уязвимостей. И custom code scanner – это как раз анализатор кода, который активно, статический анализатор кода, который сканирует исходный код и выдает перечень уязвимостей, подлежащих устранению, с рекомендациями, соответственно, по дальнейшему плану действий. Если мы провалимся в меню нашего защищаемого ресурса, здесь уже будет более подробная информация по нашим модулям. Мы можем выбрать период, за который мы хотим посмотреть статистику, допустим, за последние 30 дней. Мы видим показатель трафика, который у нас приходил и сходил на наш ресурс. Мы видим, что входящего было, ну, зелененьким и подсвечено, соответственно, определенное количество пропущенного, чуть меньше в силу того, что некие дидос атаки были пресечены, ну и плюс исходящий трафик также у нас здесь отмечен. Ниже мы можем посмотреть атаки на сайт, которые также у нас проходили в течение последних 30 дней. Здесь мы видим в графике также угрозы, ну, атаки, скажем так, с высоким, средним, низким риском, плюс есть детализация по каждой из конкретных атак. То есть мы можем посмотреть ее более подробно, что происходило, какие ресурсы могли пострадать. Можем здесь отметить как ошибку, если мы считаем, что это false, либо мы можем заблокировать. Ну, они уже были, соответственно, заблокированы как некая угроза. Причем данный модуль может работать как в режиме просто мониторинга с последующим разбором специалистов, также и в, скажем так, промышленном режиме, когда система самостоятельно уже блокирует, принимает решение о блокировке тех или иных запросов. Такое происходит уже там буквально после месяца обучения, когда система натренируется на входящем трафике и поведенческом анализе пользователей, который обращается к нашему веб-ресурсу. Опять же повторюсь, участие человека здесь минимизировано, по сути, здесь полностью все работает на машинном обучении. Сигнатурный анализ здесь также не используется, как, ну, скажем так, не самый эффективный. Вся работа построена на, как я говорил, поведенческом анализе. Здесь мы с вами видели атаки. Также мы можем более детально посмотреть уязвимости на сайте, которые были найдены нашим динамическим сканером. Здесь мы увидим их перечень, риск, статус актуальный, неактуальный, и, в общем-то, их краткое описание межсайтового выполнения сценариев, либо какие еще возможные уязвимости, которые динамический сканер нашел. На соседней вкладке мы можем посмотреть уязвимости в коде. Это история сканирования модулей сайта, либо там всего сайта. Видим количество ошибок, которое было найдено, размер, который был отсканирован. И в рамках отчетов мы можем посмотреть сводную картину, которую мы имели за последнее время. Сейчас я выгрузил файл. Мы видим DDoS-атаки, которые происходили. Мы видим уязвимости, которые были найдены на сайте. Здесь уже детализация идет. И мы видим уязвимости, которые находил наш сканер анализатор исходного кода. Плюс все изменения логируются. Мы всегда можем посмотреть, какие действия в системе происходили и отследить историю изменений. Плюс можем делать экспорты и выгрузить необходимую нам информацию в удобном нам формате. Можем пробежаться по настройкам чуть подробнее. Как я говорил, любой модуль можно подключить буквально нажатием одной из галочек. То есть нужен нам модуль антидидос, мы его включили либо выключили. И он уже не будет отображаться, соответственно, в основном меню. То же самое с модулем Web Application Firewall и Custom Code Scanner. Здесь у нас вводятся минимальные настройки. Мы вводим список IP-адресов, которые защищаем. Мы выставляем режим работы WAFA. Соответственно, это мониторинг, когда мы просто собираем информацию о возможных атаках. Либо его выключить, либо поставить на режим блокировки, либо такой проактивный режим, когда система будет очень активно блокировать подозрительные запросы. Типы балансировки. Возможно, естественно, работы с HTTPS трафиком. В данном случае нам понадобится сюда подгрузить сертификат. Ну и сюда мы можем подгрузить страницу, которая будет вылезать вместо страницы 403 с ошибкой. То есть некоторым заказчикам это тоже требуется. Ну и также можем подключить либо выключить Custom Code Scanner, который также будет отображаться в нашем меню. Также есть более глубокие настройки, которые позволяют уже работать в целом с самой системой. Язык, цветовую схему мы можем выбрать, темную, светлую. Здесь мы выставляем ключи лицензии API, автоматические обновления. Ну, соответственно, такие классические настройки. Можем подключить уведомления, настроить себе еженедельные отчеты, которые будут приходить на почту, например, не знаю, там в понедельник вам в 10 утра. Это настройки почты, с точки зрения безопасности, минимальные длины пароля, защита от брутфорса, доступ в HTTPS, куда, как я говорил, о чем мы подгружаем сертификат и ключ. Настройки по модулю Anti-DDoS, где мы выставляем лимиты, которые считаем легитимными либо нелегитимными в объеме трафика. В модуле WAV мы, опять же, выставляем активный либо классический сканер, кэширование, количество атак, то есть, ну, такие настройки еженедельности. Настройки анализатора исходного кода, ну, и, возможно, интеграция с сторонними системами. В данном случае у нас интеграция здесь отдельно идет с Zabbix, возможно, также проводились с Jira, ну, и другими системами, которые позволяют работать с инцидентами, проводить какую-то аналитическую работу и так далее. То есть, в принципе, нам не критично настроить на шапе на интеграцию с любыми другими модулями сторонних систем. Вот, коллеги, как-то так, наверное, пробежался по верхам, интерфейс показал. Если есть какие-то вопросы, наверное, готов ответить. Вы можете задавать в чат, либо, если есть возможность, задавайте голосом через микрофон, с удовольствием прокомментируем. Значит, еще не все потеряно. Коллеги, если нет вопросов, я тогда, наверное, буду передавать слово своему второму докладчику Никите. Он продолжит вступление уже с точки зрения внутренней защиты. Если есть какие-то вопросы, вы в любом случае можете задавать через Никиту, либо через коллег из Диалог науки. С удовольствием тогда прокомментируем. Спасибо всем. Всего хорошего. Добрый день, коллеги. Давайте на злобу дня звук проверим. Меня слышно сейчас нормально? Да, ну, я какой-нибудь попробую длинный промежуток текста сказать, что мы поняли, у нас рвется, что-нибудь не рвется, проглатывается, не проглатывается. Вы, пожалуйста, напишите в чатике, слышно кому-то, нет. Итак, позвольте представиться в первую очередь. Меня зовут Никита Зайчиков. Я занимаюсь технической поддержкой продаж в компании InfoWatch. И сегодня я хотел бы немного поговорить с вами о защите от внутренних угроз. Андрей очень хорошо нам рассказал про защиту веб-приложений, про другие внешние угрозы. А я хочу сконцентрироваться на внутренних. Если будут у вас вопросы, пишите либо в чат, либо в группу «Вопросы и ответы» и постараюсь на них на все ответить. Итак, давайте сначала поговорим о утечках данных. То есть это то, о чем мы сейчас будем говорить в вопросе внутренней безопасности. Мы не говорим про доступ к данным, мы говорим про именно утечки, то есть про самые ценные. Начнем сразу с пары примеров. Первый возник, ну тут такой пример в примере практически, возник во время моей работы в космической отрасли и там есть такой формат, который называется «Новости космонавтики». Туда постоянно приходят разные инженеры со всей страны и общаются друг с другом на разные интересующие их темы, в частности, и на темы, связанные с расчетами и так далее. И вот один молодой инженер захотел попросить помощи в расчете и выложил уравнение движения аппарата на форму. И, соответственно, проблема была в том, что он уравнение движения выложился с фактическими, настоящими массово-инверационными характеристиками разрабатываемого аппарата. То есть, человек просто, грубо говоря, слил через куда уж более открытый канал данные по тому, какой аппарат они разрабатывают. Аналогичные есть вопросы на этом форуме очень часто возникают. Не могли бы вы, пожалуйста, прислать такой-то ГОСТ, си какой-то ГОСТ, потому что я не хочу идти в первый отдел и так далее и тому подобное. Но я думаю, вы понимаете, что сначала люди отзывались на это, а потом через годик-другой начали посмеиваться. Такая хорошая попытка, пытаешься нас запросить. Но, тем не менее, канал этот существует. То есть, куда уж проще, просто это HTTP-форм, он такой старенький довольно. Ну, люди вот таким образом тоже информацию сливают. Второй кейс, один из моих таких, скажем так, любимых, из, ну, смекалки, наверное, что ли, которые этот человек проявил. На самом деле, все довольно просто. В дочерней компании одного крупного транспортного холдинга сотрудник отправлял выписки из базы данных по перемещению товаров. Ну, например, если, допустим, из города А в город Б начинаются поставки 10 тонн, там, не знаю, ртути в месяц, то можно сделать вывод, что в городе Б начался такой-то технологический процесс. или, допустим, запустили завод заново. Или там, ну, вряд ли они за 10 тонн ртути делают градусники. Вот, поэтому информация это очень ценная, ну, и, как бы, с коммерческой точки зрения тоже. Человек этот дошел до того, что сделал веб-сайт, на котором принимал заявки на ту информацию, которая кому-то нужна. В итоге, когда была установлена как раз вот система защиты информации, получилось выявить этого человека, выявить, значит, части баз данных, которые он высылал, причем со своих корпоративных ресурсов, то есть с личной почтой, но на корпоративной рабочей станции. Все эти кейсы, что они, собственно, обозначают? Они обозначают, почему мы должны об этом вообще думать? Потому что у нас есть определенные риски серьезные. Риски заключаются, есть нескольких типов, да, начнем с регуляторных, то есть, когда у компании из-за большой утечки данных или из-за утечки каких-то очень серьезных данных могут возникнуть вопросы с точки зрения государства или других контролирующих органов, там, допустим, международных организаций, которые рейтинги банком выставляют, к примеру. Могут возникнуть вопросы, в сертифицировании, лицензиях, в рейтингах и так далее. Во-вторых, финансовые потери тут есть двояки. С одной стороны, потеряв данные, допустим, контенциальные или данные неокр, компания может сильно проиграть конкурентам. С другой стороны, само расследование, как бы за это приходится платить деньги, если нужно привлекать сторонние компании, например, или даже своими собственными ресурсами. И, говоря о расследовании, здесь возникает другая проблема, ну, как бы, классически довольно в свое время, по крайней мере, в случае, когда при утечке данных или при каком-то другом нарушении приходят правоохранительные органы и говорят, давайте, мы возьмем ваш почтовый сервер и будем на него смотреть. А то, что у вас не будет почты в этот момент и бизнес-процессы остановятся, ну, как бы, это не совсем наша зона ответственности. Вот, поэтому операционные риски в процессе расследования или даже при утечке это большая проблема. То есть, если утекают, грубо говоря, учетные данные, то может остановиться работа всей сети, пока не будут поведены меры безопасности. Ну, и последнее, конечно, одно из самых распространенных и проблемных утечек для многих одна из причин, по которым данные об утечках редко довольно попадают в СМИ, это репутационные потери. Из самого последнего вы видите, что сейчас происходит вокруг Фейсбука, что где-то полгода назад происходило вокруг Убера. Да, они разбираются с этими проблемами, они восстанавливают свою репутацию, но это занимает время, деньги, усилия и так далее. А для некоторых компаний это так, как бы, никогда и не закончилось. То есть, их репутационные потери либо вообще загнали эту компанию в гроб, либо, соответственно, стоили для них очень дорого. Итак, что с этим совсем нужно делать? Мы видим три основных способа борьбы с утечками и с этими угрозами. Во-первых, нужно создавать доказательную базу. С одной стороны, для правоохранительных органов и для судебного разбирательства, если есть такая необходимость. С другой стороны, просто для себя самих, для того, чтобы ваша служба безопасности смогла разобраться с тем, кто совершает нарушения, какие там каналы, утечки данных и так далее, чтобы все эти данные были у людей. Во-вторых, один из самых важных моментов это организационные меры безопасности. Про них иногда забывают, то есть, грубо говоря, если человек не знает, что не нужно открывать PDF-файлы, пришедшиеся из местных адресов, то никакая большая часть, по крайней мере, защит уже будет в рубеже обороны будет обойдена, если человек просто откроет PDF-файлы, которая пришла на корпоративную почту. С другой стороны, в каждой компании большое количество информации, много процессов, даже если в компании эти процессы формализованы, все равно путаницы есть, поэтому нужно проводить аудит процессов и аудит конфиденциальной информации, для того, чтобы можно было понять, каким образом информация перемещается, зачем нужно более внимательно следить и так далее. И последнее, это поскольку за всем этим люди не могут следить постоянно, поскольку информации много, то нужно использовать какие-то технические средства для того, чтобы предотвращать утечки. То есть, это может быть аудит действий пользователей, проверять, что они делают, можно мониторить весь трафик, исходящий из компании, и, собственно, разграничивать доступ пользователей к той или иной информации. Таким образом, можно смотреть на перемещение информации, на то, как это влияет. Когда мы говорим про защиту от внутренних угроз, возникает несколько проблем. Какие проблемы системы защиты от внутренних угроз должны решать? Во-первых, первая и вторая, они сильно взаимосвязаны. В любой компании, даже в компании, в которой, не знаю, 20 человек работают, сгенерируется очень большой объем данных, большой трафик, и при этом структура этого трафика и структура данных очень сложная, потому что люди, естественно, не всегда следуют политикам, они не называют файлы так, как надо, или теги не выставляют так, как надо файлом, допустим, теги по безопасности, по конфиденциальности. Это всегда проблема, потому что человек и есть человек, у него есть свои плюсы и минусы, и с этим нужно разбираться, поэтому офицер безопасности самостоятельно это не сможет сделать. Это должна быть автоматизированная система, которая сможет большую часть работы и аудита проводить за него. Другая большая проблема это расследование. Когда мы говорим про расследование инцидентов и вообще про безопасность здесь, нужно понимать, что в идеале должно существовать несколько слоев. должен быть такой мощный средний слой, в котором можно смотреть всю подробную информацию, которую мониторит весь трафик, например, обеспечивать доступ к управлению и так далее. С другой стороны, нужно иметь более широкий взгляд с высоты пятичьего полета на всю ситуацию в компании. Как перемещаются данные, насколько интенсивное общение между кем-то происходит, какие общие тенденции есть в компании. Важно понимать, что этот более высокоуровневый взгляд помогает работать не только в автоматизированной системе, но помогает человеку, офицеру безопасности свой человеческий творческий взгляд применить в компании. Это имеет большое значение, потому что не всегда возможно все политики сразу создать правильно или сразу настроить идеально для компании. Тем более в процессе все равно бизнес-процесс меняется. И последний слой, наоборот, если уйти больше в глубину, порой для расследования инцидентов нужно очень внимательно посмотреть на какого-то конкретного человека, собрать на него максимальное количество информации, соответственно, чтобы потом либо использовать в качестве доказательной базы, либо для расследования и так далее. То есть, когда вы уже определили, так сказать, фокус-группу, группу, которая вас интересует с точки безопасности, вам нужно на них собрать более подробную информацию. Говоря немножко, вот сейчас пару цифр, как вообще осуществляются утечки, как они происходят. То, о чем как раз говорил Андрей, это большая проблема и по разным данным, от 40 до 60%, грубо говоря, половина, среднеарифметическая, половина утечек, это связано с внешними, но с другой стороны, вторая половина связана с внутренними атаками, то есть, по вине сотрудников, по вине тех людей, которые имеют легитимный доступ к вашей системе, к вашим данным. Есть проблема в том, что во внутренних угрозах, они имеют порой большее значение, чем внешнее, потому что люди, ваши сотрудники, прекрасно знают, какие данные являются на самом деле более ценными, как они хранятся, где, какие у вас есть меры защиты, некоторые могут знать, как их обойти и так далее. Это говоря про умышленные утечки. С другой стороны, есть другая проблема, что сотрудники, как мы говорили, они тоже не идеальны, поэтому они могут просто случайно отправить информацию не туда, куда она должна была уйти. Поэтому против случайных утечек и против внутренних утечек умышленных нужно бороться. И как против всего этого бороться? У нас в любой компании практически есть целый набор безопасности, которые очень важны, нужны, с которыми нужно работать обязательно, потому что безопасности речи не идет. Мы видим здесь фаервол, систему управления доступом и правами, антивирусы, система предотвращения или детектирования вторжения и так далее. Но всех этих систем есть одна вещь, на которую они не смотрят, они не смотрят на сами данные. Они могут вам сказать очень много про контекст, про то, кто пытался проникнуть, какие потоки существовали, но они никогда не скажут, что именно в этих потоках исходящих например было. На данные может смотреть только DLP-система на данный системы, в которых есть технологии анализа контента содержимого, то есть система, которая сама понимает, насколько данные какие являются конфиденциальны. И говоря об этом, как раз можно привести пример такой системы, это вот наша система InfoWatch Traffic Monitor. InfoWatch Traffic Monitor как в общем-то схема работы его довольно простая, как и у большинства DLP-систем. В первую очередь нужно собрать максимальное количество каналов перехватить, собрать все эти данные, отправить их на анализ, то есть понять, что внутри этих потоков инфункционных находилось. При этом, когда мы перехватили данные, мы принимаем весь контекст, когда мы проанализируем, мы принимаем контент. И теперь на основании этих двух вещей содержимого и контекста мы принимаем решение автоматически или офицер безопасности вручную. Было ли это нарушением, какой уровень нарушения у этого был, что с этим нужно делать, допустим, блокировать, разрешать, уведомлять, не уведомлять и так далее. И после этого важный момент, вся эта информация сохраняется в базу. Причем все события в нашей системе, не только нарушения, но все сетевые события, которые вы не настроили в исключение. Для чего это делается? Для того, чтобы у вас была возможность так называемого ретроспективного анализа, когда вы можете посмотреть на какие-то события в прошлом, которые не являлись нарушениями, но которые дают вам представление о том, что сотрудник делал, какие он мог использовать другие каналы, как он мог еще информацию передавать и так далее. Говорим немного более подробно. Хочу остановиться на контролируемых каналах. Здесь все самые популярные каналы передачи данных в электронном виде, которые есть. Мы контролируем в первую очередь электронная почта, мы говорим про корпоративную почту, про веб-почту, интернет, это HTTP, HTTPS, это FTP, трафик и так далее. Мы говорим про запись на внешнее устройство, на флешки, диски, у нас был кейс даже на CD-ROM еще иногда пытаются записать данные. Контроль у нас злоба дня мессенджеры, которые постоянно меняются, у которых какие-то изменения происходят, появляются десктопные версии, пропадают и так далее. И еще важный момент, который я хочу здесь сказать, это хранение данных. Когда мы говорим про хранение данных, об этом тоже не нужно забывать, нужно смотреть не только на данные в движении, но и когда они в покое. То есть, ну, пример, у сотрудника, допустим, департамента HR лежит данные о финансовых операциях компании, да, то есть, допустим, там, или информация о задолженностях. Почему у него на рабочей станции эта информация находится, непонятно. И определив таким образом инцидент, найдя эту информацию просто хранящуюся на рабочей станции, вы можете обратить больше внимания, вы можете посмотреть, куда эта информация дальше будет двигаться и так далее. То есть, вы сможете привлечь свое внимание к потенциальному нарушительству. Но самое интересное, конечно, заключается в анализе, в том, чтобы понять, что, собственно, в данных находится. То есть, после того, как мы перехватили, мы должны понять, что там находилось. Для этого у нас есть большое число технологий, про которые я сейчас кратко расскажу, которые, на наш взгляд, как раз и отличают DLP-системы от любых других систем безопасности. Здесь, на слайде, вы видите, что порядка половины утечек происходит в текстовом формате. У нас также есть утечки в форуме баз данных, естественно, потому что там содержится вся самая ценная информация порой, ну и другие типы данных. По каждому из них у нас есть свои наборы технологий. Прошу прощения. Поговорим про текстовые технологии, в первую очередь, потому что, ну, как вы и видели, 45%, 50% уходит в виде текстовой информации, что, собственно, неудивительно. Для этого технология, которая у нас есть, это, в первую очередь, самое здесь интересное, это лингвистический анализ. У нас очень мощный движок лингвистического анализа, который, собственно, вот 15 лет, который компания существует, он существует, развивается и, как бы, изменяется. Что происходит? То есть, когда человек отправляет текст, мы можем посмотреть на этот текст, найти ключевые слова и выражения. Это не просто поиск по словарю, это поиск по так называемой базе контента фильтрации, которая иерархирована. Вот. И вы можете увидеть, вот здесь вы видите, как бы, кусочек скриншота из нашего интерфейса, где подсвечены определенные слова. Да. Сама система видит эти слова, она показывает их вам, и на основании этих слов она понимает тематику текста, и, соответственно, применяет ту или иную политику. Хочу отметить, что лингвистический анализ на данный момент у нас работает на более чем 35 языках. У нас есть, конечно же, учет морфологии, есть поддержка опечаток, изменений символов, да, ну, классический, например, О заменит на ноль и так далее. И, соответственно, мы все это можем перехватывать. Лингвистический анализ это такая история, где вам не нужно иметь уже готовый документ, да, то есть это не просто ГОСТ, который вы, грубо говоря, пересылаете из системы. Лингвистический анализ может работать на вновь созданных данных, черновики документов, письма, которые я отправляю по почте со своим вольным изложением информации, сообщения в мессенджере, где угодно. Если там есть эти слова, то мы, соответственно, можем их определить и вам сказать. Во-вторых, по тексту есть так называемые текстовые объекты. Это регулярные выражения. Вот здесь приведен пример с картой кредитной. То есть это четыре группы по четыре цифры. Это может быть что угодно. Фамилиями, отчества, имейл, адрес сервера, IP-адрес, логин, пароль. Это может быть номер приказа или договора. Допустим, там две буквы, пробел, две цифры, дефис четыре цифры, номер приказа или название изделия. То есть любые регулярные выражения вы можете здесь использовать. Далее, цифровые отпечатки это такая классическая вещь. Это так называемые эталоны документы. Когда вы загружаете документ на сервер, вы этот документ, система распознает. Это может быть текст или даже бинарные данные просто. И, соответственно, система, увидев этот отпечаток, в будущем, то есть, допустим, 30% текста из этого документа уходит в каком-то письме. Система видит, что это документ, что 30% из него и, соответственно, дает вам нарушение. Таким образом, вы можете защищать документы, которые мало изменяются, начиная от устава компании и заканчивая шаблоном договора на закупку. И последнее, говоря про шаблоны, здесь это у нас есть поддержка бланков, форм, анкет различных и так далее. То есть, таких документов с регулярной структурой. К примеру, в банках, когда физическим лицам нужно заполнить анкету, заполнить свои персональные данные, согласиться с условиями, подписать и так далее. Причем даже от руки. Мы можем это детектировать. Что, естественно, имеет значение для компаний, которые работают много с физическими лицами или для HR-отделов компании другие. Говоря про базы данных, что мы можем предложить? У нас есть технология, которая позволяет нам детектировать выгрузки, так называемые, фрагменты баз данных в исходящем трафике. То есть, допустим, я приведу пример. На нашем тестовом стенде я проводил такую проверку. Я брал базу в Excel, выделял несколько строк и столбцов из нее, копировал блокнот текстом, делал скриншот с него и отправлял по личной почте через HTTPS протокол. Система детектирует это, потому что она видит, с помощью OCR распределяет, какой текст находится, сравнивает этот текст с тем, что у нас есть в базе данных и видит, что это выгрузка из такой-то базы данных. Причем, правила очень гибко настраиваются. То есть, если, допустим, по бизнес-процессу 10 строк со столбцами фамилии, имя, отчество и, допустим, номер счета человек может отослать, а вот уже 150 строк со столбцами FIO, номер счета, остаток на счете и персональные данные нет. То есть, вы можете это настроить в зависимости от ваших бизнес-процессов. Третий набор технологий, который у нас есть, это изображение. Про изображение тоже хочу отдельно отметить, что у нас есть такие технологии, как, например, детектирование графических объектов. Обычно мы говорим про чертежи, карты и другие подобные вещи. То есть, у нас, в частности, есть поддержка векторной графики, кадровских файлов. Во-вторых, у нас есть уже два встроенных детектора, как минимум. Это встроенный детектор паспортов, который определяет сканы или фотографии лицевых сторон паспортов RF. Есть возможность также добавить другие формы идентификации. Также есть детектор банковских карт, то есть фотографии, сканов и так далее. И, в конце концов, есть также детектор печати круглых и треугольных, то есть, если на документе стоит печать, мы можем ее определить. Если она даже затерта, если поверх текста, точнее, она поверх текста находится и так далее. То есть, мы можем это определить. Но тут возникает проблема. Проблема большого количества DLP-систем заключается в том, что большое число ложноположительных срабатываний. То есть, например, печать это идеально показывает. Вы не хотите наверняка смотреть на каждый отпечатанный документ и каждый из них считать нарушением. Вместо этого лучше технологии несколько объединить, что мы как раз и предлагаем. У нас есть так называемая технология объектов защиты, в которых вы можете несколько элементов вот этих технологий, которых я описал раньше, объединить вместе. Здесь приведен следующий пример. У нас есть с вами некое соглашение или договор. В нем содержатся подсвечены синим некоторые термины. На основании доверенности, произвести окончательный расчет, вступая в силу и так далее. Это легальные термины. Мы определили их. Хорошо, но мы не хотим каждый документ, в котором эти термины находятся, считать нарушением. Поэтому мы еще сюда же смотрим на шаблон договора. Если этот договор в какой-то стандартной форме, то мы понимаем, ага, эти термины содержатся в договоре, допустим, на закупку. Плюс к этому, здесь уже могут находиться, допустим, текстовый объект с датами. Или с номерами договора. То есть, если, допустим, номер договора или реквизиты получателя являются такой-то компанией, то это не является нарушением. А если другой компанией, то этот человек не должен проредовать. В конце концов, если на нем еще стоит печать или фоксимили, мы можем это тоже детектировать. Таким образом, объединив все эти четыре вещи вместе, ну, в данном случае четыре, а так, сколько вам удобно, объединив все эти четыре вещи вместе, вы абсолютно точно знаете, что это договор такой-то формы, такой-то там, допустим, набору компаний, скажем, и договор, который уже был подписан и отпечатан. Поэтому у вас есть совершенно точное понимание, что это за документ ушел. Напоследок уже, наверное, хочу сказать про такой инструмент, как Fowage Vision. Мы вначале с вами говорили о том, что мы вот как бы смотрим на безопасность несколько слоев. Если Fowage Traffic Monitor это такой большой средний слой, в котором большое количество информации, он мощный, сильный, также нам нужен инструмент, который позволяет немножко со стороны на все это посмотреть. И этот инструмент как раз называется Fowage Vision. Если говорить очень кратко, то это инструмент, который позволяет вам очень быстро, в реальном времени фильтровать информацию, получать несколько срезов одновременно. Вот вы видите на экране, тут несколько диаграмм. То есть вы получаете сразу несколько ответов. Вы видите, каким образом перемещалась информация, и каким образом связаны узлы. То есть, причем речь не только про сотрудников идет. Это могут быть внешние IP-адреса, это могут быть внешние устройства, или даже локальные диски, станции рабочие. Вы можете видеть, как перемещается информация, вы можете быстро ее отфильтровать, вы можете адаптировать таким образом свои политики, или найти какие-то схемы, грубо говоря, которые существуют внутри вашей компании. Vision это продукт, который лучше иронично смотреть, чем про него слушать, и я обязательно вам во время демонстрации его покажу. Хочу еще отметить, что компания наша обладает большим числом лицензии сертификатов. Мы, решение, которое сертифицировано по FSTEC, значит, SVT5, NDV4, мы входим в РПП отечественный софт, то есть, наши разработки все наши собственные, и у нас есть дополнительные различные добровольные аккредитации, это ЦБРФ, Газпром, СЕРТ, и так далее. То есть, большое количество сертификаций мы имеем, и поскольку наши заказчики, их очень большое число, как вы видите здесь, здесь очень серьезные названия присутствуют. И помимо этого, я хочу отметить, что за эти 15 лет, что мы существуем, мы успели поработать, ну, в общем-то, наверное, во всех отраслях экономики, которых только можно со всеми компаниями, начиная, как видите, от госсектора, заканчивая нефтегазовым, банками, телекоммуникации, энергетика, промышленность, в общем-то, что угодно. Мы работали со всеми этими данными, со всеми этими компаниями, и это значит, что помимо того, что у нас есть опыт, у нас есть уже наработанные, допустим, те же базы контентной фильтрации, да, и представление о том, какие политики, какой компании нужны. Помимо этого, на последок, хочу сказать, что при внедрении продукта мы предлагаем пользоваться услугами нашего консалтинга, которые могут быть, как юридические, да, мы можем для вас составить пакеты документов, пакеты политик, вплоть до, в общем-то, помощи с договорами с сотрудниками нового, перед допозглашением. И, с другой стороны, мы им предлагаем услуги свои по внедрению, по аналитике внедрения. То есть, что это значит? Это значит, что наши специалисты, аналитики с большим опытом приходят к вам, разговаривают с вашими директорами департаментов и другими сотрудниками и выясняют, какая информация является конфиденциальной, как вам лучше настроить политики и так далее. По презентации у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, буду очень рад на них ответить в чате, если вы их зададите, или в секции вопросов и ответов. А я пока подготовлю краткую демонстрацию наших двух продуктов, про которые я сейчас говорил. Если есть вопросы, буду очень рад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У меня звук все еще есть, да? Подтвердитесь, пожалуйста. Угу. Спасибо. В таком случае давайте перейдем к демонстрации. Я покажу, что у нас, собственно, есть, как выглядит наш продукт. Вот это вот основная консоль нашего продукта. То, куда офицер безопасности попадает при входе в систему. Это все настраивается, то есть это все очень гибко. Это виджеты, которые вы можете настроить, как вам удобно, выбрать тот вид, который вам подходит и так далее. То есть эта настройка вся очень простая. И, как вы видите, это веб-консоль. Я вот разверну, чтобы побольше было. Это веб-консоль, соответственно, доступна она практически откуда угодно при условии подключения к сети. И поэтому мы можем себе позволить как раз такие вещи, как перемещение виджетов делать и так далее. То есть здесь вы видите такую общую информацию, некоторые события, которые произошли за последнее время, какая динамика была их, кто основные нарушители и так далее. Здесь у нас несколько вкладок есть, по которым мы можем перемещаться, смотреть эту базу информации. Но это не так интересно, наверное, потому что самое интересное у нас как раз кроется вот здесь. Давайте посмотрим на запросы событий. То есть запросы у нас выполняются тоже в веб-консоли. Это запросы формируются просто с помощью нескольких фильтров, которые вы настраиваете, как вам удобно. Вам не нужно писать никакие скрипты, никакие сложные логические условия. Хотя, если есть необходимость, вот это, пожалуйста, здесь можно сделать. Но в целом запросы очень просто составлять и с ними работать. Итак, давайте посмотрим. Вот у меня есть несколько нарушений здесь. заготовленных заранее дома. Что мы имеем? Мы имеем информацию, как вы видите, кто отправил, на какой адрес, IP-адрес, на название устройства и так далее, с какого компьютера, какие периметры были затронуты. Периметры – это такие группы пользователей, веб-ресурсов, доменов, почты, чего хотите, которые можно кастомно создать под каждого заказчика. И, соответственно, здесь же также указано, какая политика сработала и какие данные были, какие объекты защиты были затронуты. Вот здесь дальше вы видите внизу, соответственно, текст письма, который находился здесь. Здесь в тексте ничего особенного не сказано, но у нас здесь есть приложение. В приложении у нас есть текст. Как вы видите, это был текстовый файл, текст, в котором содержалась информация, в котором содержатся вот эти слова, за которые система и зацепилась. Она видит, что вот эти слова относятся к категории нефтегазовая отрасль и безопасность на ней. Но это как бы канал относительно простой, хотя, в общем-то, HTTPS тоже трафик, это почта в браузере. С другой стороны, вот, например, посмотрим следующее сообщение. Это как раз интересно, потому что то, о чем я говорил, прошу прощения, это контроль вновь созданной информации. То есть здесь у меня просто веб-сообщение в ВКонтакте было отправлено. Вот здесь даже номер аккаунта, куда я это отправил. Куда я отправил эту информацию? Что в ней содержалось? Это просто личное сообщение, которое я отправил ВКонтакте. И здесь у меня, как вы видите, подсвечены слова, относящиеся в данном случае также к безопасности на нефтегазовой отрасли. Вы можете обратить внимание, что здесь можно настроить то, что вам хочется, смотрите, что не хочется. Ну вот человек написал про аварию, сказал, что здесь возник смертельный травматизм на газопроводе и так далее. То есть это информация, которую просто человек написал в сообщении в социальной сети. Что еще могу вам здесь показать? Давайте вот посмотрим на данные, переверненные на флеш-устройство. Вот вы видите здесь. Это тип события внешнего устройства. Вот путь к файлу, куда эта информация была перенесена. Что здесь находилось? Здесь у нас находился, вот как вы видите, файл с чертежом, какая-то схема. Мы можем скачать этот файл или посмотреть его здесь в предпросмотре. Соответственно, этот чертеж его определил, потому что он находился в объектах защиты интеллектуальной собственности. То есть этот чертеж был защищен, был залит на сервер. Что еще я могу вам здесь сказать? Я могу вам рассказать про, допустим, копирование вот как раз формы, копирование формы, касающейся деятельности, конкурсной деятельности. То есть эта форма тоже скопирована на внешнее устройство. Также, естественно, мы проводим контроль корпоративной почты. То есть это вот здесь вы видите, например, протокол MAPI, также это у нас IMAP, SMTP, POP3, причем и шифрованные нахоаналоги также. Вот здесь человек пытался отправить базу данных в формате CSV. Систему ее определила. Также система может определить выгрузку из базы, когда она отправляется другими путями. Что еще хочу здесь вам сказать? То есть, как вы видите, в событиях очень большой число информации, то, о чем мы с вами говорили в самом начале, о том, что здесь есть как контекст, вот здесь вы видите, так и контент нарушений, контент событий. И говоря про контекст и контент, как раз хочу вам показать быстренько, каким образом у нас выполняется формирование политик. Оно также делается очень просто. Это без скриптов, без кода. Вы выбираете данные, которые вас интересуют. Вы можете просто галочками отметить объекты защиты или каталоги их целые, которые вы хотите защитить и выбрать правила. То есть, в данном случае у нас есть, допустим, добавим с вами правила, что сообщение в интернете, а также почта в браузере, допустим, что в ней при выходе, при выходе информации за периметр компании, то есть, да, вы видите, мы выбираем компанию, говорим, что это не в компании, в любой день недели, когда эта информация уходит, мы можем отправить уведомления офицеру безопасности, менеджеру сотрудника, кому угодно, допустим, назначить вердикт блокировки. То есть, таким образом, настраивается система, вы настраиваете содержимое здесь, вы настраиваете контекст события и реакцию на это событие. В общем-то, три простых шага политики можно выполнить и настроить. Также хочу показать вам так называемый контроль персон, то есть, у нас, допустим, синхронизация с AD или другими LDAP каталогами. Вы можете посмотреть на конкретного человека, здесь есть три интересных момента. Первый момент. Статусы. Статусы могут назначаться сотруднику вручную или автоматически, когда он нарушает какую-то политику. Зачем это? Потому что, если я нарушил какую-то политику, то ко мне могут применяться более строгие правила контроля. На меня должен обратить внимание офицер безопасности. Ко мне, я буду попадать в другие запросы по событиям. Таким образом, ко мне будет привлечено внимание как системы, так и офицеры безопасности автоматически, в зависимости от того, какую информацию я куда отправил. С другой стороны, что здесь еще интересно есть? Есть контакты. Контакты, они с одной стороны могут сгружаться из АД, с другой стороны, вот вы видите, здесь несколько моих личных контактов, личных почтовых ящиков, к примеру, или контактов в соцсетях. Что это значит? Это я пользовался этими контактами на рабочей станции. То есть, я заходил в почту, отправлял какие-то письма, заходил в социальные сети, там какие-то активности выполнял. И система сама подхватывает эти данные и подключает к моей учетке, с которой я в них заходил. То есть, если у вас человек отправляет данные с ящика hk47sobaka.mail.ru, вы будете знать, что на самом деле это вот, допустим, не кипи-зайчик. Ну, и здесь же также у вас будет доступ к снимкам экрана, в случае, если они создавались для сотрудника, вы сможете посмотреть, что человек делал на своей рабочей станции. Вот, например, я в почтовом клиенте какие-то действия совершал. Что еще хочу здесь вам показать? Хочу отметить, что вопрос часто возникает, кто контролирует контролеров. Хочу отметить, что в нашей системе, во-первых, производится строгий аудит всех действий в церебезопасности, то есть, все записывается, вплоть до просто, видите, просмотра снимков экрана, создания политик изменения, настройка запросов. То есть, все эти действия записываются. И плюс к этому у нас очень гибкая система управления доступом. У нас, естественно, реализована ролевая модель, но помимо этого мы также можем настроить так называемые области видимости. Да, мы можем для каких-то офицеров безопасности, допустим, запретить смотреть данные по персонам. Ну, скажем, если это VIP-персона, да. Либо мы можем по каким-то объектам защиты, если они очень конфиденциальные, строго конфиденциальные, мы сможем запретить офицеру безопасности смотреть данные по ним. Или просто выполнять какие-то действия. Да, то есть, мы можем, допустим, закрыть доступ к каким-то функциям интерфейса для тех или иных офицеров. Собственно, это основное, что я хотел сказать по трафик-монитору. Я сейчас еще пару слов скажу про Vision. И это будет основное. Вот таким у нас образом выглядит Vision. Это также веб-консоль. Я разверну ее на весь экран. И давайте посмотрим. Вот у нас подгружается наша консоль. Для чего нужен Vision? Мы с вами говорили, что, во-первых, нужен взгляд со стороны, а во-вторых, когда большое количество нарушений в целях безопасности, очень сложно через все их проходить. В данном случае на нашем тестовом стенде, как видите, вот здесь 900, 300, 160 и 30 нарушений. То есть, у нас суммарно где-то полторы-две тысячи нарушений. Ну, полторы. Во всей этой информации разбираться очень сложно и долго. Поэтому мы предлагаем инструмент, который позволяет вот так вот в реальном времени отфильтровать данные. Да, вы можете выбрать, допустим, какие каталоги объекта защиты. К примеру, мы на персональные данные можем с вами посмотреть. Мы можем посмотреть на то, как персональные данные перемещались через почту в браузере. Да, вы видите, перестраиваются сразу же события. Можем посмотреть, допустим, текстовые данные. Ну, собственно, да, это основные фильтры, которые мы настроим с вами. Допустим, настроим, кстати, еще вот несколько ящиков сразу, чтобы можно было понимать, куда эта информация уходит. Вот, пожалуйста. Таким образом, за несколько кликов, да, мы с вами перешли от полутора тысяч событий к вот тут, сколько получается, 18. То есть, с этой информацией значительно легче работать. При этом, при всем, вы можете посмотреть на то, каким образом эта информация перемещалась. Вот здесь такая у нас паутина небольшая получилась. Поскольку мы много фильтров настроили, да, у нас все выглядит не так страшно. Вы можете посмотреть, что человек, в данном случае мой коллега Александр отсылал сам себе, например, да, или что он отсылал какие-то домены, почтовые адреса. Вот здесь, кстати, у нас интересный, да, момент, видите. Смотрите, у нас на один и тот же внешний ящик, который у нас нигде не записан, да, у нас нет контакта такого, отсылается информация с двух, Никиты Зайчикова и от ящика вот на мейле. Плюс вот у нас есть связь еще этого человека здесь какие-то нарушения, то есть потенциально, да, это может вот такой вот маршрут происходить, передача информации. Вот мы, собственно, на него и посмотрим. Можно выделить несколько связей и посмотреть на то, какие события к этому соответствуют. Сейчас у нас подгружается с вами раз консоль трафик монитора, где мы можем видеть всю ту же информацию в более подробном виде. Вот, пожалуйста, у нас ушла гостовая информация от Никиты на AlexBox собака AlexBox.com и здесь у нас еще проходила информация какая-то с коммерческим предложением. То есть, вот вы можете видеть, каким образом эта информация связана. Последнее, что я здесь хочу показать, это так называемое досье на сотрудникам, причем не только на сотрудник, это может быть любой узел, вот вы здесь видите, да, что это может быть там хоть IP-адрес, но мы в данном случае посмотрим на то, что я успел натворить. Никита Зайчиков. То есть, здесь, во-первых, что вы видите, вы видите такую сводку по сотруднику, да, какие к нему присвоены статусы, какие его контакты, какие политики к нему применены, да, по каким политикам он проходит, скажем так, ну и другая информация, которая вас здесь интересует. Плюс к этому вы имеете вот такую же интерактивную, значит, модель, которая есть для всей организации, для конкретного сотрудника. вы также имеете персональный граф связи его, можете посмотреть, да, его круг общения, там, внутри компании, снаружи компании, вот там, веб-ресурсы и так далее, принтер даже, что он управлял на печать. То есть, вы всю эту информацию можете иметь, все автоматически, значит, быстро и легко фильтровать. Таким образом, что дает Vision, он дает офицер безопасности инструмент, с которым он может удобно и быстро обрабатывать информацию. И, на мой взгляд, когда речь идет о безопасности, удобство и скорость, это не просто вопрос того, чтобы сотруднику было легче жить, чтобы им было проще работать, это вопрос безопасности, потому что, если человеку неудобно работать, или у него много времени занимает определение инцидентов, это сказывается на том, что он может пропустить, события, пропустить нарушения, может на что-то не обратить внимания. Мы даем все инструменты, чтобы этого не произошло. Последнее, что я здесь хочу сказать, это, как вы видите, здесь у нас много информации по конкретному сотруднику, но у нас также есть инструмент, который позволяет более пристально, вот третий слой, про который мы говорили, посмотреть на сотрудника, на то, что он делает, какие у него, значит, поведения и так далее. И про этот инструмент, если я не ошибаюсь, 29 мая будет как раз вебинар, где про этот инструмент будет идти речь про товарищ персомонитар. У меня на данный момент все. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что звук был хотя бы более-менее адекватный. Если у вас есть какие-то вопросы, я